В 2013 году, в марте, мы приехали сюда как туристы. Мы решили переехать именно в Дубай, потому что Санджар сказал, что это идеальная страна. Конечно, сложность, что не хватает человека, который бы подсказал бы, что сделать. По большому счету, ребенку комфортно везде, где рядом родители. Конечно же, большая разница между ведением бизнеса в Казахстане и ведением бизнеса в Дубае существует. В настоящее время мы занимаемся тем, чтобы начать поставить на ноги наш собственный проект. И, конечно же, первый вопрос нас интересовал, какие здесь цены на продукты. Наши, кстати, яблочки, которые мы покупаем, они портятся. За три дня они жухаются. Это было для меня таким сюрпризом. Ты вопрос задала неправильно. Мы живем в Дубае с кониной. Мы казахи, и мы кушаем конину. Если не считать, что тебе нужно платить аренду, а только на проживание, около, я думаю, трех тысяч долларов. Музыка. 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 Я из города Алматы, Казахстан. Это моя супруга Багдад. Мы поженились в 2011 году. У нас маленькая доченька. Ей год и шесть. Ее зовут Алва. Она вместе с нами здесь. Мы достаточно давно думали о переезде в Дубай. Планировали. Но сначала я здесь был как турист. Очень было много визитов. И когда мы уже были в Багдад вместе, мы планировали переезде за границу, выбирали страну, чтобы это было комфортным с многих точек зрения. Чтобы это было комфортно в плане безопасности, ведения бизнеса, экологии. И, конечно же, важным фактором в выборе страны было море. В 2013 году, в марте, мы приехали сюда как туристы на три недели. И после этого мы стали двигаться в направлении, чтобы переехать в Дубай. Да, в целом идея переехать, попробовать пожить за границей у нас возникла, когда мы познакомились еще до того, как мы стали семьей. Ну, с рождением ребенка мы решили, пока она маленькая, попробовать свои силы где-то не в Казахстане. Мы переехали в ноябре 2013 года. Уже с целью открыть свой бизнес, с конкретной бизнес-идеей, с желанием. Да? Это был ноябрь 2013 года. Ну, такое ощущение, что мы переехали давно, потому что события развиваются стремительно. Мы уже начали нашу работу здесь. Многие нам говорят, что мы, в принципе, достаточно быстро начали, что занимает это дольше времени. Но мы в целом очень удачливые, у нас всегда кто-то так складывается. И, может, от того, что мы уже работаем, у нас ощущение, как будто мы переехали больше времени, чем 5 месяцев. Мы решили переехать именно в Дубай, потому что Санджар сказал, что это идеальная страна. На самом деле я была до переезда здесь только один раз в марте. А, нет, два раза, кстати. Но первый мой опыт с Дубай, моя встреча с Дубаем была не такой, скажем, положительной, как во второй раз. Но на то были уважительные причины. Инициатива переехать в Дубай шла именно от Санджара, потому что он здесь был очень много раз. Он видел, как страна поднимается, как, в принципе, складывается ситуация в целом. И, рассмотрев все важные аспекты, как экология, безопасность, возможности для бизнеса, мы решили для себя, что это идеальный вариант. Ну и то, что недалеко от Казахстана, что можно, в принципе, в любое время поехать домой 4 часа лету, и для ребенка не тяжело, и для нас. Мы решили переехать в Дубай, потому что основным нашим приоритетом это было будущее наших детей. Это безопасность, возможность получить образование. И, конечно, не последним фактором была возможность работать. Работать легально, открыто, честно и зарабатывать свои деньги. Мы молоды, мы готовы получить этот экспириенс и готовы начать работать и получить от этого удовольствие, прежде всего. Не последним фактором нашего переезда было наличие моря. Это классно, жить у моря, просыпаться утром и ощущать морской бриз. Безопасность, безопасность наших детей, безопасность нашей семьи. Это тоже было одним из основных приоритетов именно переезда в Дубай. Ну и, конечно же, это лето, круглый год. Тоже сыграло не последний фактор в нашем переезде. Где вы жили и чем вы занимались до переезда в Дубай? В Алмате я работал юристом, у меня был хороший опыт работы. Я работал 12 лет в разных сферах, начиная от банковской, заканчивая нефтяной. Я получил хороший опыт, получил стартовый капитал, который мы решили использовать здесь. Я знаю, что возможность работать с юристом здесь, она у меня невысокая, но, тем не менее, я думаю, что я еще и реализуюсь здесь как юрист. Я вижу себя в будущем все-таки связанным с юриспруденцией. Я немножко добавлю, я считаю, что у Санжавы здесь есть большие возможности заниматься непосредственно своим делом относительно, касающиеся его опытом работы в прошлом, потому что у него большой опыт организаторский, большой опыт по запуску проектов, по стартапам. Соответственно, здесь Дубай, Эмираты в частности, это страна, где каждый раз что-то начинается и открывается. Поэтому я думаю, что в скором будущем мы презентуем новый проект, где будет Санжар заниматься возможностями, скажем, давать людям возможности какие-то через свои услуги. Чем я занималась? Начала работать я очень рано, где только не работала, скажем так. Но последние годы я работала в маркетинге, в крупной компании, последний год была в декретном отпуске. Но мы с сестрой открыли наш собственный проект, который мы перенесли сюда. Здесь это наш основной проект на данный момент, связанный со здоровым питанием. Такой очень важный вопрос, который интересует многих наших зрителей. С какими трудностями вам пришлось столкнуться при вашем переезде в Дубай? Одной из трудностей, и как я считаю основной при переезде в Дубай, является отсутствие полной информации по вопросам из одного источника. Потому что перед переездом я собирал информацию, необходимую для переезда в Дубай. Мне пришлось перелопатить много источников, встречаться с людьми, и даже приезжать сюда, как говорится, на разведку, чтобы уже почувствовать себя здесь, и какие вопросы могут возникнуть. Конечно, первое, это отсутствие полной информации хотя бы в двух источниках. Это основная проблема. Вторая проблема, это, как говорится, при переезде в какую-либо страну вас обманывают три человека. Первый – это таксист. Второй – это адвокат. И третий человек – это врач. Каким бы вы подготовленным не переезжали в какую-либо страну, эти три вещи обязательно вас найдут. Конечно, сложность, что не хватает человека, который бы подсказал, что сделать и как сделать правильно. То есть источник информации – это основная проблема при переезде в Дубай. Я хочу в первую очередь сказать, что при переезде нам очень помогла информация в Дубай. В том плане, что Санжар очень много потерпел именно оттуда. Трудности как таковых, чтобы назвать их трудностями, нет. Но это, наверное, просто наша позиция, что мы не расцениваем их как трудности. Может, кому-то они могут показаться трудностями. С маленьким ребенком в целом, когда ребенок, он как часть семьи, путешествовать и куда-то ездить несложно. Но переезд, здесь ты должен позаботиться просто о месте для ребенка. Мы должны быть уверены, что то место, куда мы ее привезем, будет для нее комфортным, безопасным, теплым, сухим, как говорится. Но, слава Богу, у нас были возможности, и мы были с няней, поэтому у нас были развязаны руки. Это был человек, которому мы доверяли полностью. И мы просто организовали пространство для нее. Но у нас так с самого начала сложилось, что мы всегда в первую очередь организовываем комфорт для нее. Мы взрослые люди, мы адаптируемся. Мы привезли свои каши, самое главное, чего здесь мы сомневались, что найдем. Но мы убедились, в принципе, что здесь они тоже есть. Ну и все, создали ей комнату, кроватку. По большому счету, ребенку комфортно везде, где рядом родители. Только мы можем создать ей чувство комфорта. Поэтому, нет, не нужно бояться переезжать из-за маленьких детей. Вы можете создать все условия здесь, в Дубае. Вот за полгода нашего переезда мы получили только положительные эмоции. Мы сейчас даже, я и не вспомню, какие есть отрицательные моменты переезда, потому что все, что мы получили положительным, все это поглотилось просто на просто. При нашей поездке в Дубай, как туристов, в марте 2013 года, мы на три недели взяли детского питания с собой. Это была большая сумка, стеклянных банок, каши и так далее. Потому что мы не были уверены, что мы найдем это все здесь. Потому что она была маленькая, ей было тогда только не исполнилось из семи месяцев. И она не была на общем столе, она была на питании. Но, как родители понимают, в принципе, наверное, все молодые родители меня поймут, ребенок привыкает к определенному питанию. Если его нет там, то могут быть и аллергии, и проблемы с пищеварением. Поэтому при путешествии именно с маленьким ребенком, адаптированным на определенное питание, лучше брать его с собой все-таки. Хумусу тогда она не очень была готова. Хумусу она тогда не любила. Сейчас она любит хумус, мы все любим хумус. Как его можно вообще не любить? Чем занимаетесь сейчас, над каким проектом работаете? Расскажите, пожалуйста. В настоящее время мы занимаемся тем, чтобы начать поставить на ноги наш собственный проект. Мы открыли компанию, которая занимается кейтеринг здорового питания. Наша цель – это помочь людям избавиться от лишнего веса. В Дубае, в принципе, есть компании, которые делают доставку именно здорового питания, но у них цель в том, чтобы делать здоровое питание ради здорового питания. Для нас в первую очередь важно помочь людям избавиться от лишних килограмм. Мы закрываем полностью от информативной части до ежедневной еды. То есть мы выставляем фурбоксы на весь день. Это как бы наш основной проект здесь. Есть еще несколько проектов, которые в данной момент на стадии разработки и регистрации компаний. Поэтому мы не готовы о них, в принципе, говорить. Наша компания называется BSA Awesome Healthy Food Catering. Коротко мы называем BSA Healthy Food. Мы уже начали работу буквально две недели, две полных недели. Конечно же, большая разница между ведением бизнеса в Казахстане и ведением бизнеса в Дубае существует. Во-первых, открытие компании. Это достаточно сложный процесс в Дубае. Это и финансово объемный, и по времени занимает больше часов, чем, скажем, в Казахстане. В Казахстане можно открыть компанию за три дня. В Дубае это занимает около двух месяцев и требует очень много времени. Но тот его стоит, потому что в дальнейшем это будет сказываться на качестве предоставляемых услуг. Дубай дает возможность открыть компанию. Почему два месяца? Потому что высокие требования предъявляются к открытию компании. В дальнейшем Дубай хочет гарантировать предоставление услуг на определенном уровне. Непонятны эти требования. Я с ними соглашаюсь и готов работать здесь легально. И, конечно же, после открытия компании положительным моментом Дубая является отсутствие налогов. Да, есть косвенные, так сказать, платежи, но по сравнению с налоговой системой других стран, известных нам, это более лояльная система. Для меня тоже было большим сюрпризом, когда я удивилась, насколько правильно построена система. То есть, так как наша компания связана с едой и питанием, там такие требования, иногда кажется, какое глупое требование. Но когда ты понимаешь суть, ты понимаешь, да, и, например, идя в какое-то кафе, я знаю, что раз они открыли публично попню, они совлили все эти требования, значит, я могу быть более-менее спокойна, что я употребляю нормальную, качественную, да, качественные продукты, скажем так. Это очень важно, потому что ты когда сам открываешь такую компанию, ты понимаешь, что и другие прошли этот путь. Соответственно, ну, как бы очень классная система. Да, есть сложности, но они не просто так, скажем так. Так как ваша работа связана именно с питанием, поэтому, наверное, задам вам такой вопрос, который именно будет с этим связан, а именно это, какие здесь продукты питания, сколько он стоит. Вот это, я думаю, что такой бытовой вопрос очень важен многим, кто переезжает в Дубай. Наш стартовый бизнес в Дубае связан с питанием. И, конечно же, первый вопрос нас интересовал, какие здесь цены на продукты. Цены на продукты, честно сказать, нас удивили, удивили положительно. Доступность продуктов, их широкий выбор. Относительно продуктов питания, в целом питания в Дубае, когда мы ехали сюда, меня очень волновал этот вопрос. В первую очередь, как-то территориально я понимала, что Дубай не является крупным производителем продуктов. Здесь не так развита аграрная, да, скажем, промышленность. В целом я вообще ничего не слышала по поводу аграрной промышленности в Дубае. Но когда мы приехали сюда, наша цель всегда это в первую очередь искать местные продукты. В целом мой совет, всегда старайтесь употреблять местные продукты. И мы, конечно же, что мы сделали? Мы стали искать местные продукты. И опять-таки мы не ошиблись. Они более доступны по цене и более высокие по качеству. Как в любом мегаполисе, здесь есть супермаркеты, которые присвоены, скажем, какой-то там лакшери бренд или бренд среднего класса, либо маркеты, рынки, где, скажем, средний класс закупается. А также есть оптовые рынки. Естественно, самые доступные цены на оптовых рынках, но закуп там должен быть крупный, скажем, не менее одного ящика или коробки. Все зависит от бренда того супермаркета, в котором вы отовариваетесь, и зависит от местности, расположения тоже в том числе. Но в целом продукты по цене не настолько высоки, как, скажем, в Казахстане или в России. Здесь доступны продукты местные и ближе лежащих стран, и они, скажем так, более чистые и недорогие. То же самое могу сказать про мясо. Есть мясо австралийское, оно дорогое, есть мясо американское, да, как бы оно тоже намного дороже. Но есть локал местная, она доступная и вполне вкусная. Меня что удивило, здесь даже продают свинины в отдельных разделах. То есть здесь есть широкий ассортимент продуктов. Относительно фруктов и овощей, я бы рекомендовала все-таки пытаться искать их на маркете, потому что это, в принципе, не так далеко для тех, у кого есть машина. И там ты можешь все пощупать, все понюхать, там есть большой выбор. Ты можешь взять китайские яблоки, французские яблоки, местные яблоки, коробочка, большой коробка, средняя коробка. Так как у нас большая семья, мы потребляем много продуктов, соответственно, мы как бы изучили этот рынок, ну и по нашей работе тоже. Относительно нашего проекта мы стараемся избегать продукта американского и китайского производства и доставки. Больше для нас в приоритете местная продукция. Здесь штат Рас-Альхайм, у них большое тепличное производство. Они производят все тепличные овощи, да, скажем, как огурцы, помидоры, зелень. Также корнеплоды, очень популярны здесь корнеплоды Пакистана и Ирана. И иранское мясо тоже является самым таким, оно классным, оно мне нравится, потому что местное мясо, оно все-таки пахнет. По деньгам, конечно же, на маркете, первое время, когда мы приехали, мы всегда закупались в магазинах «Джент» и «Спинис». В «Дженте» цены доступнее, но на маркете намного дешевле, потому что, во-первых, есть возможность для торга, можно торговаться, сбивать цену там до 50%. Во-вторых, ты, когда покупаешь больше, соответственно, и больше идет экономия. Если говорить, сколько мы тратим бюджет на продукты в месяц... Для семьи из четырех человек, трое взрослых и ребенок, причем не отказывая себе практически ни в чем, средний бюджет около 500 долларов в месяц. Да, можно уложиться, причем это достойное питание. Естественно, мы дома тоже придержимся здорового питания. У нас обязательно два раза в неделю рыба, два раза в неделю красное мясо, то есть мы не отказываемся себе в каких-то... Фрукты мы поедаем в больших-больших количествах. Ну и овощи тоже, потому что у нас обязательно на столе должны быть овощи. Ну, это хороший бюджет. На самом деле он для кого-то может показаться маленьким, потому что кажется, что в Дубае дорого. Но и как в любой другой стране, можно... Просто нужно искать, можно посмотреть, сделать какой-то маркетинг. Конечно, если у вас есть возможность на бюджет питания 5000 долларов в месяц тратить, об этом вы даже не будете задумываться. Ну, хочется питаться не только дорого, но и качественно. Хочется все-таки кушать помидоры, которые пахнут помидорами, а не яблоки, которые неделями могут стоять на столе. Наши, кстати, яблочки, которые мы покупаем, они портятся. Но три дня они жухаются. Это было для меня таким сюрпризом. И я даже себя поймала на мысль, какие некачественные яблоки. А потом я подумала, ну это же нормально. Яблоко, оно должно портиться три дня, это нормально. Богдат, у меня очень много друзей из Казахстана. Я знаю, что в Казахстане очень популярный продукт – это конина. Как с кониной здесь, в Дубае? Как вы живете без конины? И продается ли она или не продается? Расскажи, пожалуйста. Здесь я отвечу полностью. Ты вопрос задала неправильно. Мы живем в Дубае с кониной. Мы казахи, и мы кушаем конину. Но мы казахи, и у нас очень много родственников, которые им тоже нравится в Дубае, которые приезжают сюда. И несмотря на то, что мы здесь всего лишь пять месяцев, к нам приехало очень много родственников и друзей. И, естественно, вместо разных там подарочков, сюрпризиков или денег, мы просим привезти конину. И мы ее едим один раз в неделю как минимум. Тут в Дубае не хочешь конину? Нет, здесь конина не продается. Свинина продается, а конина нет. Такой немного непозитивный вопрос, но я думаю, что он важный вопрос. Какие недостатки или минусы жизни в Объединенных Арабских Эмиратах вы видите? Для меня, наверное, самый первый минус, причем открыл на него мне глаза Санжар. В первую очередь надо помнить и понимать, в принципе, что Дубай – это страна, куда все люди приходят работать. Ты сюда приезжаешь и попадаешь по двум причинам. Либо по рабочей визе, либо по визе на семье. Соответственно, один из членов твоей семьи здесь работает. Если они приехали сюда работать, они приехали сюда зарабатывать деньги. И, конечно же, в любых отношениях, где у них первонаперво – это деньги. Я считаю большой удачей, что мы встретили здесь людей, которые, в принципе, не хотят от нас каких-то материальных выгод. Кстати, для меня стало большим удивлением, скажем так, ну или не минусом. Это не минус, это то, к чему мы должны адаптироваться. Это то, что не так, как у нас. Скажем, это сады. Так как мы планируем отдать детский сад нашего ребенка, я удивилась, что у них структура садов совершенно другая. Менеджмент детского сада отличается от нашего. Для них любое заведение, где оказывают присмотры за ребенком, оно является обучающим. Детский сад – не исключение. Соответственно, приводя туда своего ребенка, мы должны понимать, что это не детский сад, где его накормят, поменяют ему подгузник, дадут ему поиграть и в обед положат его спать. Нет, это заведение, куда он придет в 8 утра поевший, готовый, и его будут учить. Там будут в виде игры обучения, прямое обучение, в зависимости от возраста. И ко времени обеда ты должен его забрать, либо дать ему снэкбокс. То есть, скажем, наша дочь, ей нет двух лет, но она уже должна уметь открыть снэкбокс и покушать сама, например, когда она хочет кушать. Либо, так как мне сказал, кауч как бы этого детского сада, либо ко времени обеда вы должны ее забрать, так как она хочет кушать. Но она не может, потому что покушать сама. Ну, как бы это то, к чему нужно адаптироваться. Ну, естественно, цена, так как мы не можем пользоваться государственными привилегиями здесь. И, скажем так, давать возможность детям здесь учиться и посещать детские сады, это достаточно, ну, как бы, в копейку, да, скажем так. Здесь очень высокие цены. В среднем детский сад обходится, ну, скажем, для самой младшей группы где-то 10 тысяч долларов в год. Около 10 тысяч долларов в год. Обучение в школе, естественно, идет градация дороже. Младшие классы дешевле, старшие классы уже, естественно, много дороже. Скажем, для семьи из троих детей, учащихся в школе, это нужно зарабатывать хорошие деньги. Даже самая недорогая школа, да. Нужно учитывать, когда вы хотите отдать ребенку в школу, понимать, какой язык вы хотите. Потому что здесь есть язык английский и урду, арабский, французский и английский. Ну, как бы, тоже эти моменты надо учитывать. Ну, вот, как бы, это не такая, прям, скажем, трудность. Это то, что отличается от нас, то, к чему мы должны адаптироваться. То есть, оплачивая, скажем, младшую школу 10 тысяч долларов в год, туда не входит форма, туда не входит столовая, туда не входит компаунд, туда не входит разводка. То есть, это тупо ты плачешь только за посещение. Дополнительно там еще будут какие-то, да, расходы. Ну, при этом школы полные. Жалеете ли вас в своем переезде? Нет. Нет, мы, конечно же, не жалеем о своем переезде. Это была наша мечта, мы ее воплощаем в реальность. Ну, в целом, это не наша позиция – жалеть, не наша философия – жалеть. Мы не то чтобы убываем, да, на волю Всевышнего, но мы понимаем, что на все воля Всевышнего, так или иначе. У нас получится классно, у нас не получится тоже классно, значит, нам нужно что-то другое. Мы уверены в себе, мы уверены в своих силах, мы уверены в своем проекте, мы уверены в его актуальности здесь. И все остается только работать, вытворять это в реальность. Это даже не сложности. Мы просто, переезжая в другую страну, надо понимать, что это не будет так, как дома. Да, скажем, выходя замуж, каждая девушка думает, о, в этой семье все точно так же, как и в моей семье. Она выходит замуж и понимает, нет, тут все по-другому, это другая страна. То же самое с переездом. Здесь все по-другому просто нужно это понимать. Обязательно нужно учитывать сторону религии. Очень важно. Мы очень уважаем, да, как бы все религии. И, соответственно, находясь в религиозной стране, нужно это понимать. Но это тоже не сложно. В школе это тоже не сложно. Всего лишь нужно заработать эти деньги. Но каждый человек, планируя детей, должен понимать, что будут везде определенные расходы. Но самое главное, что эта страна дает возможность заработать эти деньги. Достойное образование. Пожалуйста, иди заработай деньги на достойное образование. Тебе нужно всего лишь приложить усилия и осуществить свою цель. Да, нужно понимать, что Эмиранты нуждаются в нас точно так же, как и мы нуждаемся в них на данный момент, раз мы сюда переехали. Все люди сюда привлекаются для того, чтобы работать. К местному населению немного, они не смогут сами поднять эту страну. Соответственно, они создают все условия, чтобы люди сюда переехали. Все условия. Конечно, в связи с Экспо здесь очень распроцентно все. Это тоже надо понимать. Но Экспо тоже даст большие возможности для многих людей. Бизнес у многих людей вырастет благодаря Экспо. Но в целом нужно, наверное, добавить, что у нас классная жизнь была в Казахстане. Достойная, классная. Мы были довольны, счастливы и удовлетворены. Просто, скажем, с теми же возможностями мы просто передислоцировались территориально. Прежде всего, дорогу осилит идущий. Да. И только вперед, да, это с этим. Да. Супер, здорово. А сейчас будет небольшой блиц-опрос таких часто задаваемых вопросов, которые будут интересны нашим зрителям. Первый вопрос. Сколько денег нужно для того, чтобы жить в Дубае в месяц комфортно и благополучно? Если не считать, что тебе нужно платить аренду, а только на проживание, около, я думаю, трех тысяч долларов. Это для достойного проживания семьи из четырех человек, не отказывая себе ни в чем. А как дела обстоят с медициной в Дубае? Страховка. Страховка. Как и в любом развитом государстве, при страховке ты можешь быть спокоен. При отсутствии страховки мы столкнулись, мы встретились, да, скажем, с платной медициной. Это очень дорого, очень. Можно ли без знания английского языка переехать в Дубай? Конечно, можно переехать в Дубай без знания английского языка, но нельзя останавливаться на своем незнании. Нужно изучать язык страны, в которой ты находишься. Здесь основной язык английский, поэтому переехать можно, но нужно заниматься образованием. Как вы думаете, кому точно не стоит ехать в Дубай, у кого может это не получиться, или, возможно, страна не подойдет или не понравится? Консервативным людям в целом переезжать в другую, не только в Арабские Эмираты, а вообще в другую страну я бы не рекомендовала консервативным людям, которые не умеют адаптироваться. Лень – это, в принципе, не причина, да, скажем. А если ты не можешь адаптироваться, если у тебя сложности именно с принятием чего-то, с согласиться с чем-то, нет, это будет сложно переезд в любую другую страну. Почему у людей не получается переехать в Дубай? Какие возможные причины могут быть? У людей не получается закрепиться в Дубае, прежде всего, по воле Всевышнего. А второе – это стремление к своей цели, не стремление к своей цели. То есть нужно стремиться, и тогда все получится. И последний вопрос, который я хотела бы спросить, это, наверное, попросить вас дать советы тем людям, которые переезжают в Объединенные Арабские Эмираты. Переезжающим в Дубай я дам несколько советов. Первый, прежде всего, это подчеркните как можно больше информации с доступных источников. Второе – оцените свои силы. Все. И потом только вперед. Для переезда в Дубай я считаю, что, как сказал Санжар, нужно быть подготовленным. Нужно быть подготовленным информативно, нужно иметь определенный однозначный бюджет, потому что не может все сразу в один день получиться. Нужно быть подготовленным, если у тебя есть дети, обязательно подготовка. И что очень важно, то есть морально устойчивым нужно быть. Нужно понимать, что при переезде в Арабские Эмираты ты столкнешься не только с какими-то материальными моментами или, скажем, социальными, да, очень важна душевная, духовная тоже сторона. Ты будешь далеки от близких, от друзей, от подруг, от парня, от родителей, от девушки и прочее. Нужно быть морально устойчивым. Нужно понимать, что я морально это все выдержу. На позитиве и все получится. Да. Спасибо огромное. Если кто-то из наших зрителей захочет с вами связаться, открыты ли вы к общению, можно ли вас добавить в друзья? Да, конечно, наши страницы есть ВКонтакте. Мы подписаны все на паблик, можно нас найти через паблик Индубай. Мы очень открыты к общению, готовы ответить на любые ваши вопросы, встретиться, просто пообщаться и помочь. Мы готовы даже оказывать поддержку. Моральную поддержку, информационную поддержку по вопросам открытия, скажем так, в общей пите. Поделиться нашим опытом. Думаю, будет классная поддержка поделиться нашим опытом. Мы готовы рассказать все, как у нас все это произошло, переезд с ребенком, какие продукты, какие районы, в каком районе лучше жить, на наш взгляд и прочее. Делиться опытом, рассказать, как все это было, а каждый возьмет информацию нужную для себя. На этом наша встреча подошла к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо огромное, Багдад и Санжар, за такую увлекательную беседу, за такую полезную и подробную информацию. Тоже хотим сказать вам большое спасибо. На самом деле для нас важно, что... Вообще для любого человека важно, когда интересуется его деятельность. Это очень дает внутреннее большое такое, скажем, удовлетворение и уверенность. Хотим сказать спасибо вам, Азату и Ане. Большое спасибо за то, что вы создали такую паблику. Он на самом деле помогает. За то, что вы объединили, может быть, людей. Сделали не просто информативный, да, какой-то социальный проект. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы с Багдад и Санжар не прощаемся. Обязательно снимем еще много новых интересных видео, где они поделятся своим опытом, немного расскажут, возможно, о своей компании, о своем проекте. И я думаю, что вам будет интересно. Поэтому прямо сейчас, если вы еще не подписаны на канал на Дубай, подпишитесь, потому что впереди нас всех ждет очень много полезной и нужной информации, которая вам пригодится и понравится. На этом все. С вами была Анна Надырова. Канал Индубай. Всем доброго дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok